В эфире программа ЖЗЛ, я Павел Санаев. Наша передача о людях, которые не остались незамеченными в истории. Как они повлияли на исторический процесс и как судьба повлияла на эпоху и как эпоха повлияла на их человеческую историю. Сегодня говорим о такой фигуре в советской истории, как Трофим Денисович Лысенко. Теоретик свеклы и ветвистой пшеницы. Автор методов гировизации, чеканки растений и летней посадки картофеля. У нас в гостях Петр Федорович Кононков, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный деятель науки, лауреат государственной премии, президент общественной академии нетрадиционных и редких растений. Ученик Трофима Лысенко, что самое главное, поэтому вас пригласили. И Рудольф Константинович Баландин, историк науки, член Союза писателей. Если серьезный разговор, то надо все это говорить серьезно. Давайте серьезно. У него была статья, если не ошибаюсь, о генетике, например, в энциклопедии, ну и так далее. Все-таки это был ученый, знающий свое время. То есть он был образованный человек? Он образованный человек. Он кончил сначала двухклассную школу садоводства, потом четырехклассную уже в Полтавской, тоже садоводческой. Затем он кончил институт, состоялся с институтом в Киеве. И после этого в Ганже начал работать специалистом по зернобавовым и другим культурам. Хорошо. А вот народный академик с крестьянскими повадками? Наверное, так и есть. Хотя повадка, может быть, у него была немножко наигранная, мне кажется, с возрастом, потому что он уже стал официальным академиком, а не просто академиком народа. Хорошо. А вот вам, как его ученику и как человеку близко с ним общавшимся, правда ли, что он был угрюмым человеком? Ну, вы знаете, оклеветать человека можно сколько угодно. Это совершенно несоответственно. Он был полностью поглощен наукой. И даже противники говорили, что он даже не посещает театры, или всё, полностью только занимается наукой. Он полностью поглощен этим вопросом. И если взять первую его работу «Влияние термического фактора» в Ганже, там такой колоссальный объём материала, если он создал теорию стадийного развития, о которой английский учёный, который написал книгу Лысенко-Прав, говорил, что эта теория даёт возможность для практики селекционирования очень много. И она является таким вкладом, что если бы он не создал ничего, кроме больше, всё равно бы он стал известен в мире как крупный учёный, который создал теорию стадийного развития. Хорошо. А вот такое мнение, что он безжалостный жнец, вырезающий лучшие посевы науки. То есть уничтожающий вокруг себя других людей. Нет, это, конечно, не так, потому что, насколько я знаю, Доносов он не писал. И ему приписывают часто то, чего не было. А то, что он действительно безжалостный... Ну откуда тогда это появилось? Я думаю, что он действительно был, на мой взгляд, всё-таки фанатиком своего дела. И были у него, я бы так сказал, расправы над теми, кого он считал неправыми. Ну, правда, это были в основном зарубежные, но потом и наши тоже учёные попали под его критику. Но это совсем не значит, что он выкашивал. Я понял. Это разные вещи. Хорошо. Вот, Пётр Фёдорович, скажите, откуда же взялась такая рьяная борьба с Лысенко потом? Дело в том, что очень много учёных, особенно в биологии, особенно в сельском хозяйстве, были из обеспеченных буржуазных семей, и они, занимаясь чистой наукой, были учениками Запада. И их проблема создания продовольственного населения особенно стояла. Они сидели в основном на мушке дрозофиля. Удобный объект, по глазам следить, как наследуются эти признаки. Легко его разводить. Изюм – это корм для них, начали для них, и самим можно полакомиться. И в белом халате с микроскопом. А если заниматься настоящими культурами сельского хозяйства, то надо заниматься и в поле, надо заниматься со скотом. Это трудно и невозможно. Самый лучший вид работы, благодарный вид работы – это дровосека. Когда результат её сразу виден, он расколол и получился. А тут надо многое выкладывать в то, чтобы получить через какой-то... Хорошо. Ну а какие результаты были у Лысенко, которые сразу были видны? Сразу были видны – это теория стадийного развития, которая имела основы для многих вопросов селекции. Она сегодня актуальна? Актуальна сегодня. И надо сказать, что школа академика Лысенко, она провела по существу зелёную революцию по пшеницам, озимой пшеницам. Уровень урожайности озимой пшениц на Украине и южных районах, он был порядка 20-25 центров. Давайте не углубляться всё-таки в сельское хозяйство, больше в его личности. Нет, я хочу сказать только другое, что уровень урожая был 30-35 центов за гектару, а за счёт работы с его школой и переделки еровых возимые сейчас 60-90... Хорошо. У нас сейчас Америка на проводе. Лорен Грэм, историк, поделится с нами своим мнением, была ли какая-то польза науке от Лысенко. Здравствуйте, Лорен, слушаем вас. Здравствуйте, это Лорен Грэм. Если вопрос состоит в том, сделал ли Лысенко какое-нибудь важное научное открытие, были ли у него важные достижения, которые признаёт наука сегодня, то ответ будет отрицательным. Он не верил в гены и имел очень разрушительное влияние. У вас какое-то есть мнение? Вы знаете, я принёс специально том сочинения Лысенко. Здесь как раз он пишет о генах, о зиготах и так далее. То есть говорить о том, что он это отрицал, тоже, мягко говоря, мне кажется, что автор не читал. То есть Лорен был немножко не в курсе реальных положений. Думаю, не совсем так. Но вот мне бы хотелось всё-таки два, можно две реплики? Первое, что всё-таки, вот когда мы касаемся практики и теории, и агрономия всё-таки это в значительной степени практика, а теория может быть далека от практики, и она не сразу с практикой смыкается. И, как мы уже говорили, 10 тысяч лет люди производили вот эти вот культурные растения, не зная никаких теорий. Так что в этом отношении не всегда можно быть прекрасным теоретиком и в то же время прекрасным практиком. То есть это в большей степени практика? Да, мне кажется, так. Пётр Фёдорович, расскажите, во-первых, как вы с ним лично познакомились, когда это было, и каковы ваши были первые впечатления? Ну, я кончил в начале сельскохозяйственных техникум. Во время... Я прошу прощения, у нас эфир короткий, и вы ближе к телу, как уже познакомились с эстрофемией. И потом, после работы на производстве и после окончания Новосибирского института приехал в аспирантуру в институт генетики Академии Наук. Вот из тех пор я находился в хорошем контакте эстрофемии. Вот как вы думаете, на вас вот Лысенко произвёл такое вот тяжёлое впечатление, как говорят, у него тяжёлый взгляд был, он замкнутый был очень. Вот у нас на связи Илья Артемьевич Захаров, генетик, который контрапунктом выступит. Здравствуйте, Илья Артемьевич. Добрый день. Скажите, вот ваше мнение о Трофиме Лысенко, как относились к нему научные круги того же времени, его современники? У меня есть и личное впечатление. Я один раз встречался с Трофимом Денисовичем, но вы меня спрашиваете об отношении учёных. И о вашем тоже. Давайте, может быть, даже сначала ваше отношение, потом отношение учёных. В 59-м году, будучи молодым преподавателем, я привозил на встречу с Лысенко студентов Ленинградского университета. И он долго, часа два, с нами беседовал. Моё впечатление, что это человек, глубоко убеждённый в своей правоте, и люди такой психологической конструкции оказывают на других людей влияние. И во многом поддержка со стороны сначала Сталина, потом Хрущёва связана с тем, что Лысенко производил на них соответствующее впечатление. А какое он оказывал влияние? Он что, был яркий оратор, он умел убеждать? Он был, конечно, хороший полемист, достаточно хороший полемист. Ну и способностью убеждать он обладал. Что касается учёных, то в 30-е годы то, что говорил Лысенко, было понятно не только не специалистам, но и биологам всех специальностей. В отличие от генетиков, которые говорили достаточно сложные для своего времени вещи, генетика забежала вперёд в своём развитии и не пользовалась пониманием со стороны многих биологов, биохимиков, не говоря уже о физиках и химиках. У меня последний к вам вопрос. Вот как вы можете его оценить как учёного? Вы сказали, что он хороший был полемист, но это же тоже не могло быть на пустом месте. Значит, у него какой-то был багаж всё-таки научный тоже? Багаж научный был очень слабый. Трофим Денисович Лысенко не получил систематического образования. И, будучи глубоко убеждённым в своей правоте, я от него услышал, в частности, фразу «Ни прошлое, ни настоящее не знает примера, чтобы человек так разбирался в биологии, как я». Это он сказал студентам. Такой человек, конечно, не мог воспринимать мнение других и достижение других учёных. Я понял, понял. Спасибо большое, Илья Артемьевич, спасибо. Ну вот у нас есть возможность убедиться самим, насколько ярким его полемистом, и послушать фрагмент, посмотреть запись выступления самого Трофима Денисовича. Недавно, товарищи, я пожалел и довольно искренне пожалел. Вы, скромных врагов, которые наказали в шагу, и теперь, пояса Павкитая, это буржуазных учёных. Пожалею, товарищи, я вот почему их. Пусть больно не искал них производить их труда. Вот опровергните мою точку зрения. Может быть, она неправильная, а может быть, наоборот, правильная. Вот из того фрагмента, который я видел, складывается ощущение, что его ораторское, скажем так, искусство, его позиция состояла не в каких-то научных доводах, а, скажем так, в классовых доводах. Потому что новой власти был очень выгоден такой учёный из народа, да, из низов, самородок, который затыкает за пояс вот этих вот буржуазных деятелей и на этом его продвигать. Вот и похоже, что так оно и было, да, ведь разговор не столько о науке, сколько вот эти буржуазные деятели, эти враждебные классы. Простите, это 35-й год, во-первых. Во-вторых, то, что говорил, я думаю, не 35-го года, не 37-го года воспоминания о выступлении его. Потому что он, конечно, Лысенко уже после войны говорил лучше, чем в 35-м году. И главное другое, очень занятно, что когда он дал один из своих докладов Сталину про честь, то Сталин вычеркнул там всё, что касалось буржуазной науки. И даже написал ха-ха кое-где. То есть как раз руководство, ну, в частности, Сталин, может быть, кто-то был другого мнения, он как раз не считался. Говорил, что вы слишком ретивы. Абсолютно нет. Он просто говорил, а как же, что же, математика тоже буржуазная и так далее. Сталин был образованный человек. Кстати сказать, и говорить о том, что он не получил высшего, там, законченного образования, и поэтому он не образован, это неправильно в корне. Потому что человек может быть образованный только сам по себе. Сам может быть образоваться. Никакие дипломы – вот это вот болезнь всех наших, в общем-то, я бы сказал, учёных или недоучёных, которые имеют иногда очень высокие дипломы и очень маленькие достижения. Всё-таки образование – это то, что делает человек сам. То, что он достигает своим умом, своей волей, своей усидчивостью и интересом к тому делу, которому он посвятился. Хорошо, спасибо. У нас звонок зрителя в студии. Здравствуйте, слушаем вас. Пускай ученик его назовёт хотя бы один сорт, как там, ветристой пшеницы или ещё чего, который превзошёл бы по своей урожайности достижения западных, коли он корит, учёных и селекционеров. Понятно. Спасибо, Пётр Фёдорович. Ну, что я могу сказать? Дело в том, что Трофим Денисович Лысенко, почему её поддерживало правительство, он старался разрабатывать технологии и селекцию для того, чтобы повысить урожайность. Так а сорт пшеницы, это я вот просил назвать наш позвонивший телезритель, которая превзошла бы западные какие-то сорта. Так у нас полно сортов. Кавказ, Аврора. Сейчас последний ученик его из Мироновской пшеницы, которая 100 центнеров с гектара даёт. И Западная Европа ежегодно заимпортировала миллионы тонн зерна. А когда стали сеять сорта пшеницы Лукьяненко и этого ремесла, они полностью отказались от ИМИРТа. Теперь эти сорта широко использовались в этом... То есть, на Западе используют наши сорта пшеницы? Да, да, да. Очень широко. А в то же время, вот хвалёные генмодифицированные или там вот ещё пшеницы, полученные Рапопортом, называют 400 сортов и так далее. В государственном реестре нет этих сортов. И поэтому это просто виртуальные достижения. Основное достижение у них – это тетрапольная гречиха, которую 100 лет они все её приводят как пример. Она получилась, что... Да, действительно, получили тетрапольную гречиху, но семена у неё чуть крупнее, чем диплоидные. Но общее урожение у неё ниже. А самое главное – она непригодна для приготовления гречневой каши. То есть, этого камушек в огород генетиков кидаете? Нет, так это... Дело в том, что... Не генетика в том числе, потому что разные подходы. Он серьёзно решал вопросы. Но действительно, вот хорошо оценил его работы Бенедиктов, бывший нарком землея, в том, министр сельского хозяйства. И он показал, что... Когда на него писали доносы, айформиционы и другие с потребованиями... Он доказывал свою правоту. Иногда он был, говорит, ну, как сказать, убеждён в невозможность, что люди, противники его, со временем сами откажутся от этих. Ну, и без всяких репрессий. И вот Сталин очень оценил это. Он сказал, что его чуть ли не хотят в тюрьму упречь, а он на лечнице не переходит. Доказы свои... Потом он обещал 4-5 повысить урожайность пшеницы азимы. Ну, хотя... Так вот, сейчас скажу. Ну, хотя бы, он говорит, 2,5, то уже бы было хорошо. Но нельзя ограничить людей. Потому что сегодня это невозможно, завтра возможно. Хорошо. А сейчас... Повысил или нет? Повысил в 4,5. Повысил все. Да. Хорошо. Вот у нас на связи Галина Алексеевна Старых, специалист сельского хозяйства, заслуженный работник. Галина Алексеевна, скажите, вот в сельском хозяйстве сегодня применяется что-то из предложений Трофима Лысенко? Сейчас отвечу. Я Лысенко знаю не понаслышке. Когда училась в Семириаде, ходила на его лекции. Мой муж, агрофаковец, писал дипломный проект под руководством Лысенко. И самое главное, мой научный руководитель, Мария Владимировна Алексеева, профессор, с которой я проработала в ХИЗО, 45 лет, была ученицей Эдельштейна и Лысенко, сторонницей его... Он был хороший преподавателем? У него были хорошие лекции? Да, лекции были хорошие. Он был жесткий, четкий, строгий. Алексеева ушла из жизни в 2004 году, в возрасте 95 лет. И до последних своих дней она всегда справедливо уступала за Лысенко. Последние 17 лет в своей жизни она была слепой. Но все, что знала, хотела оставить людям. Поэтому наговаривала на диктофон. Вот запись 18 декабря 2003 года, в день своего рождения, и ровно за год до смерти. Она написала, что Лысенко, простим, здесь крупнейший генетик. Вообще в жизни он настоящий, если понимать, под генетикой учения наследственности. Она писала, я его... Да, Галина Алексеевна, у нас все-таки ограничено время передачи. Скажите, пожалуйста, вот наш самый главный вопрос. Сегодня что используется из его предложений? Сегодня что используется из его... Было полезно и до настоящего времени, и сейчас. Допустим, посев зерновой культур, по стерне, без пашки, когда не было ни тракторов, война была, не было трактористов, некому... Но вы простите меня, может быть, это же трудно назвать открытием каким-то научным? Может быть, это просто такой был шаг от необходимости? Шаг от необходимости, который был крайне полезен сельскому хозяйству России. Хорошо, спасибо, Галина Алексеевна, спасибо. Спасибо большое. Вот, Петр Федорович, тогда ответьте вы на этот вопрос. Вот этот Лысенковский посев по стерне, да, это ведь получилось так, что война, нет тракторов, и давайте сеять, значит, без пашки. Это же не было каким-то научно выведенным открытием, предложением, просто такой шаг от необходимости получается? Вы знаете, во время войны, первый же год войны, европейская часть, Украина была под немцами. И только Сибирь, Казахстан и Красноярский край были поставщиками. И нужно было обеспечить продовольствием и армию, и население. И в этот момент, поскольку нужно было решать коверенные вопросы, раньше была такая система, Академия разрабатывает, он как президент передает правительство, министерство принимает. Чтобы оперативно он мог работать, он даже был назначен главным агрономом Наркомземы СССР, то есть, чтобы сразу на месте мог принимать решение и это сам. И вот он сразу, нужно было принимать решение, как обеспечить посев и получить урожай. И он на основании просто своего таланта и... То есть, он интуитивно почувствовал, что можно без спашки посеять, получается. Ну, это как предложение, раз предложение. Да, решил, а после этого в Казахстане уже получили сталинские премии, и потом Канада, другие перешли на этот прием. Он опережал время. Хорошо. Ну, вот у нас, видите, фигура Трофима Денича Лысенко вызывает столкновение. И пишет на форум Николай из Самары, что вот смотрю на Вавилова, это лицо ученого. А смотрю на Лысенко, глаза Распутина, лицо Гитлера, ненавижу. Вот такие вот даже есть реакции. Ну, откуда такая злость? Пропаганда. Пропаганда. Нет, 25 лет пропаганды колоссальной причем. Хорошо, а почему такая пропаганда? Зависит. Антисоветская, кстати сказать. То есть, это качнувшись от русского мальчика. Да, это, вы знаете, часто это совершенно замешано на очень нехороших и очень далеких от науки идей, которые на молодежь действуют, и на взрослых тоже. И которые связаны, люди даже часто не понимают, откуда это все идет. Можете вы согласиться с тем, что Лысенко был виноват в аресте Вавилова? Это абсолютная ложь. Ну, если он говорил, вот мне мешает Вавилов на съезде. Ну, он не говорил этого. Это ложь, собственно говоря. Больше того, Ревенкова сидела 10 месяцев в тюрьме по делу Вавилова. Ну, сейчас, вы меня простите. Нет, нет. Она обратилась... Один момент. Она ознакомилась... Ложь не ложь, но Вавилов ведь реально погиб в тюрьме. Это факт. Нет, ну, а кем? Своими первыми... Хорошо, а вот кем? Да вот, в частности, была комиссия. Якушкин, дальше Лорх, дальше Писарев и, как она Ревенков пишет, Иуда Жуковский. Хорошо, но Лысенко не ставил вопрос ребром, вот или я, или Вавилов? Вот или моя правда, или его? Больше того, когда Вавилова посадили, то все вот эти вот бывшие его друзья подтверждали его вредительскую деятельность. Когда пришли к Лысенко в хват и сказать, что вы можете сказать, что в вредительской деятельности Вавилова, который уничтожил коллекцию, он говорит, мне известно, что он собирал коллекцию, но что он уничтожал, мне неизвестно. А что он может сказать о вредительской деятельности Вавилова? Он отвечает, мне ничего не... У нас есть расхождение чисто научное, и ничего нет чисто этих самых. Вот. А можете его это письменно подтвердить? Он подтвердил письменно. Хорошо, сейчас мы... Можно мне сказать реплику? Дело в том, что мне кажется, что вот, кстати, это вот историк науки, он человек явно политизированный в курсе вот нынешних всех идеологических движений, которые идут уже в противовес тому, что было раньше, что он говорил в советское время, не знаю. Но надо всё-таки не отделять от времени человека. Всё-таки Лысенко был человеком своего времени. И время это было очень непростое, очень тяжёлое. И то, что сейчас говорят, что это были ужасы и так далее, это было время героическое. Этим людям не понять этого нынешним, вот тем, кто так рассуждает. Почему в героическое время нужно было сгноить человека? Там очень разные. Ну, вы знаете, в героические времена, вы знаете, французскую революцию и прочее. И во все героические времена гибли, и гибли далеко не самые худшие. И нравы в научной среде до сих пор остаются весьма далёкие от идеалов. Да, Рудольф, кстати, я вас на секунду прерву, снова дам слово. У нас на связи Америка. Валерий Николаевич Софер, биофизика, историк науки. Ой, Софер. Валерий Николаевич, скажите, вот какое-то отношение Лысенко на самом деле имел к смерти Вавилова? Здравствуйте. В последние годы жизни он очень часто при встрече с молодёжью говорил, что он никакого отношения к аресту Николая Ивановича Вавилова не имел. Но, однако, недавно было обнаружено письмо его ближайшего сотрудника. Исаия Презента, в котором Презент в письме Молотову и Сталину заявлял о том, что Вавилов – это враг советской системы, что он заявляет, что к Вавилову должны быть применены все меры воздействия, его ни в коем случае нельзя выпускать за границу, и генетики, кольцов и другие – это такие же враги советской власти. И на этом письме Лысенко написал сверху «Согласен, Т. Лысенко». Спасибо. Ну вот такое вот обличающее заявление. Нет, ничего подобного. Ну, вы же не видели этого письма. Почему не видел? И читал его. Там, значит, был конгресс генетический, который посещен был Евгенике. И Презент написал письмо правителя, что конгресс генетический не следует проводить. И так далее. И Лысенко с этим согласен. Более того, когда этот конгресс ходил в другом месте, и когда там была делегация и от Советского Союза, и других стран, то когда там евгенические, а то расовые теории проповедовали, что нужно стерилизовать непригодных этих самых, а хороших производителей до 10 тысяч детей производить, обожать, то делегация Советского Союза и всех европейских стран ушла с этого конгресса. Там остались только англичане и американцы. Кольцов как раз замечательный биолог и генетик, ну, можно сказать, гениальный, но он пострадал как раз потому, что он был сторонником Евгеники. И надо заметить, что, в общем-то, это даже странно, потому что для русской науки вообще Евгеника вроде бы противопоказана. Это вот для англичан, для французов, это оттуда все шло. Но еще вот мы забыли сказать, что все-таки Лысенко привел в науку никто иной, как Николай Иванович Вавилов. Ведь Вавилов его, в общем-то, просто поднял. Но он его привел, но тот его предал, в конце концов, или все-таки опять же это ложь? Ну, насчет предательства это так сильно сказано, мне кажется. Но то, что, на мой взгляд, Лысенко все-таки был человеком слишком непримиримым, там, где, в общем-то, это не нужно делать в науке, наука все-таки требует мнений, свобода мысли, свобода мнений. Ну, в то время это вообще было, по-моему, исключено. В то время это было трудно. Во время Отечественной войны европейская часть под немцами, продовольствия нет, картофель с вторым хлебом, но нет посадочного материала. И он предложил верхушками. Я сам помню, в 6-7 классе учился, и обрезали верхушки, и по его инструкции обрабатывал залопечную, и весной высаживали, получал картофель. То есть клубни оставались, их не сажали, ушли на продовольствие, сажали верхушку. Да, и примерно получалось, что... И он придумал именно тот метод, с помощью которого это можно было сделать, да? То есть если бы это взял незнающий человек, попытался, у него бы не получилось. Больше того, картофель нужно было не только для питания, а, оказывается, запальное устройство «Катюш» использовалось крахмал картофеля. И немцы не могли секреты расследить. Вы знаете, вот тут есть очень важный, по-моему, ответ на некоторые вопросы. Сейчас что у нас делается в сельском хозяйстве? Вот эти люди, которые... Ну, Лысенко ругать есть за что, на мой взгляд, и ради бога ругайте. Но посмотрите, что у нас сейчас в сельском хозяйстве. Мы ввозим, правильно? Всё-таки во времена Лысенко, к счастью, мы сами обеспечивали себя, причём в таких условиях во время войны, о котором вы говорили, которых вообще другой народ бы не выдержал. И другая наука, и агрономия, и прочее тоже бы не выдержала. Надо смотреть всё-таки на дело. Ну, ещё нас Иисус Христос вроде этому учил. А не на вот эти слова. Слова в науках бывают очень хорошие, бывают прекрасные разработки научные, но кроме них мы всё-таки живём на земле, пользуемся земными плодами. Мы в данном случае говорим именно Лысенко и о сельском хозяйстве. Всё-таки он здесь, по-моему, себя проявил больше, чем теоретик. Это, на мой взгляд, совершенно точно. Он всё-таки был практиком, и в этом его заслуга, если я правильно это понимаю. Хорошо, давайте посмотрим сюжет о финале его жизни. К 1948 году почта ЦК ВКПБ начинает ломиться от жалоб на Лысенко. Сторонники классической генетики при поддержке Юрия Жданова обвиняют своего противника и его ставленников в дискредитации советской науки. На Всесоюзном семинаре лекторов партийных комитетов его теории подвергают жёсткой критике. Сам Лысенко слушает семинар по репродуктору. Академика на собрание не приглашают. Но настоящая опасность подстерегает Лысенко в 1953 году, когда со смертью Сталина опальный генетик теряет своего главного защитника. Спустя два года в ЦК КПСС поступает знаменитое письмо 300, в котором осуждается политика монополизма и реваншизма, применяемая Лысенко. Упоминается и вред, материальный и идеологический, который принесло антидарвинистское учение народного профессора. Некоторое время Никита Хрущёв по инерции продолжает защищать Лысенко. И только в 1956 году Лысенко снимает с поста президента Восхнила. Спустя пять лет удручённой неудачей на целинных землях Хрущёв восстанавливает Лысенко. Правда, всего на один год. К 1965 году академика лишает и должности директора Института генетики, заменив её шефством над экспериментальной лабораторией Горки-Ленинской. Там академик продолжает вести свои исследования в области агротехники и повышения жирномолочности у коров вплоть до 1976 года. Здесь всё-таки не всё правильно. Дело в том, что, во-первых, Сталин первый в 50-м или в 51-м году сказал, что пора покончить с монополизмом Лысенко. Так же, как он покончил, кстати сказать, с монополизмом Мара в языкознании. Его позиция была в этом плане весьма, ну, как мы теперь говорим, демократичная, плюралистичная. Вот, так что первым был как раз Сталин, хотя это не значит, что Лысенко там куда-то задвинули. Нет, просто сказали, что не надо быть одному Лысенко в биологии. Это очень важно. И потом мы немножко пропустили очень важную вещь. В 48-м году был так называемый сталинский, он был ещё докучаевский, план преобразования природы, возрождения природы нашей страны, лесополосы, делать пруды. Это не связано с поворотом рек? Поворот рек – особое дело, я работал как раз на этом, и там всё очень непросто. И, кстати сказать, это была, во-первых, колоссальная, первая в мире экологическая программа такого масштаба. Это было замечательно просто. Надо сказать, что эти лесополосы, высаженные в то время, они существуют до сих пор? Некоторые, да. Ну, Хрущёв там кое-что постарался и вырубали, и потом их трудности были, когда и сажали эти полосы, и ухаживать за ними. Но, тем не менее, они до сих пор спасают наши сельские хозяйства. Это да, у нас звонок зрителей есть, мы вернёмся ещё раз. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, а что известно вообще про его личную жизнь? Жён, детей, внуков? Спасибо. Спасибо. Вот, Пётр Фёдорович, что-то про личную жизнь его вы знаете? Жёны, внуки, дети. У кого? Лысенко. Лысенко. Ну, у него, вот Олег, с которым даже мы вместе в аспирантуре были, и даже в какой-то степени у нас были единомышленники, он работал всё время и умер уже. Вот. Юрий, он в другой специальности, но он сейчас болен, потерял зрение. Ну, это наследство. Ну, вообще его личная жизнь семейная, скажем, у него была любимая жена? Или он весь был в поле в колосках, а семья… Нет, нет, у него жена, семья, у него два сына, дочь, внуки, и всё. Так что тут всё нормально. И очень много… А кто была его жена? Жена была его… Тоже огромная? Нет, она другая. Ну, то есть она из другой сферы, не из сельского хозяйства? Из другой сферы, да. Налила мне борща в это. А в том, что сельского, остальные, ну, и сами там себя… А она… И в разговорах были заботы у неё, детях, которые жили на даче, и там, которые получил он Лысенко, как все академики, и в курках ленинских. В общем, занята была она в обеспечении всей семьи. Так что семья… Ну, вот сейчас вдова Олега, она очень хорошо участвует в «Видном» и многие статьи. Она хорошую статью написала о Денисе Никоноровиче, с которым я тоже лично был знаком. Это отец Трофима Денисовича. И вот он в 70 лет уже приехал в горки и работал бригадиром, 3 миллиона в год давал доход, и только обижался, что Трофим Денисович запретил ему получать зарплату. Зарплата такой должности стояла 70 рублей. Лысенко из своего заработка платил ему по 100 рублей, но не разрешал получать зарплату. На форум пришло сообщение, что вот, оказывается, у него был брат, который сбежал сначала в Германию, а потом в Америку. И это длительное время замалчивалось в СССР. Да нет, там у него погиб. Это клевета. Ну как? Ну вот это вот как исторический факт преподносится. Ну, нет, сейчас же много де-факто, а не факт. Хорошо, Рудольф Крачев, вы тоже про это не знаете? Нет, про этот случай я не знаю. Я все-таки больше наукой интересуюсь. И меня, вот откровенно говоря, во всей нашей истории, когда мы говорим о монополизме в науке, меня сейчас, например, угнетает просто то, что происходит ныне в науке, и не только в нашей. Наша как-то так, она вообще где-то на задворках оказалась. Кстати, в связи с низкопоклонством перед Западом. Так вот, вообще в мире, вот вы представляете, есть единые буквально везде разрекламированные вещи. Какие? Ну, скажем, теория большого взрыва. Все. И картинки прекрасные, как будто все присутствует там. Как Господь Бог это все сделал. Техтоника плит. Ну, бредовая с точки зрения геология вещь. Но она везде, она везде, и в учебниках единственная, как будто других нет. Да это вообще, она тоже зады геологии. Получается, что маятник качнулся в другую сторону, и как раньше боролись с одним, скажем, ответвлением науки, теперь, получается, борются с другими. Нет, это трагедия вообще науки мировой, во-первых, не только нашей. Так же, как динозавры там погибли от того, что астероид упал. Бредовые вещи, они вымирали 15 миллионов лет. Дай Бог нам так вымирать. Так что, вот такие идеи, такое вот направление в науке, в наше время, это вообще кажется что-то страшным. Это вот действительно близко к средневековому положению. А во времена Лысенко, конечно, там была яростная иногда борьба, и борьба была, конечно, и в политическом плане. Позволю себе зачитать перечень коротких его работ. Вот, значит, работа по пересаживанию каучука, то есть среднеазиатский каучук в средней полосе, увеличение урожайности и так далее, и так далее. То есть, получается, что все-таки он после себя значимое что-то оставил? Конечно. И школа его, школа селекционеров, она сохранилась. И вот сейчас, почему нам хотели навязать генмодификационный картофель? Потому что селекционеры наши дали такие шедевры, которых нет за рубежом, по озимой пшенице. И твердая пшеница была только яровая, и сейчас есть и озимые сорта. Для макарон специальный вид пшеницы тоже получил Калиненко эти сорта. Давайте постараемся подвести итог передачи. Что нам удалось, может быть, сельскохозяйственным языком выражаясь, какие зерна мы очистили от каких плевел? Ну, вот если бы мне сказать, то, во-первых, на мой взгляд, все-таки в теоретической биологии Лысенко не был корифеем вовсе. И я не знаю, читал ли он, скажем, философию зоологии Ламарка, но он не ссылался на нее. Вот, ну, насколько я знаю, я просматривал работу. А очень интересная работа, если он был неоламаркистом. Кстати, я сам тоже близок, и даже один наш академик, очень престарелый наш, очень внушительный и солидный, он тоже мне сказал, что он к концу жизни стал ламаркистом. Во-вторых, я думаю, что, конечно, очень плохо, что Лысенко не то, чтобы там говорил что-то плохое о Вавилове, он не вступился за него. Уже одно это, мне кажется, очень плохо. На мой взгляд, он многим обязан был, ну, я в своей практической жизни и в теоретических своих вот этих достижениях, когда его и директором назначали, и в академии, и так далее, он был обязан Николаю Вавилову. И, конечно, он должен был бы за него вступиться, потому что это был настоящий, солидный, крупный ученый, теоретик, и он того был достоин, безусловно. Спасибо, Пётр Фёдорович. Итог тогда подводить. Это значит, таким образом, при критерии истина является практикой. И с этой точки зрения надо оценивать работу. Ещё Луи Пастер говорил, нет чистой науки, а есть наука и её приложение. То есть, а у нас уклон был, особенно в биологическом и других, это мушка дрозофила, и с ней носились, как с писаной торбой. Или, извините, Кольцово напомню. Спасибо. Ну что ж, смотрите нас каждое воскресенье в это же время. С вами была программа ЖЗЛ.